Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и сегодня у нас на обзоре будет Nemelis. Перед тем, как мы с вами начнем, хочу поблагодарить Knight Trade Base за то, что дал напокататься мне этот танчик. Мне крайне приятно. Ну и только благодаря ему на данный момент я могу сделать обзор на данную машину, так как купить данную машину у меня не было финансовой возможности. Была такая идея, когда продавались все 5 машин из Хроник Валькирии, но, честно говоря, не было возможности и не получилось за то время отведенное, сколько машинки были на продаже. Итак, ребятки, что собой представляет Nemelis? Nemelis это тяжелый танк 7 уровня, премиумный, но я бы сказал, что он не настолько тяжелый, как хотелось бы. Дело в том, что самая бронированная часть танка это верхний бронелист, то есть вся вот эта вот фигня, по-другому ее не назовешь. Немножко изогнутая имеет приведенку, но, ребят, 156 мм брони, а с учетом приведенки 177. Согласитесь, не так уж и много. Нижний бронелист имеет вообще 62 мм брони, ну и 138 с учетом приведенки, но он все равно остается серым для большинства танков. Что касается башни, здесь довольно неплохой угол наклона, в целом довольно неплохой, но хотелось бы, безусловно, лучше. Но от башни отыгрывать особо как бы не сильно получится, по одной простой причине. Первое. Верхняя комбашенка, вот эта, 86 мм брони. Вот здесь вот вокруг орудия, в этой трапеции, 129 мм брони. Да, вот здесь дальше есть приведенка, но когда вы отворачиваетесь, 86 мм борта башни, соответственно, начинают пробиваться. И что самое паскудное, то, что вот эта вот часть, да, то есть вот этот вот, как это правильно назвать бы, лючок, не лючок, да, то есть смотровое окошко для мехвода, оно имеет 83 мм брони. Короче говоря, если вы даже будете отыгрывать от башни, даже если вы вот так вот выйдете, то на верхнем бронелисте, безусловно, будет нормально отрабатывать там плюс-минус броня, которая приведенная, но вас будут пытаться выцеливать вот сюда и вот сюда. И не дай боже вам, хотя бы немножечко начать поворачивать свою башню. Что касается бортов, то в бортах тоже 86 мм, что в башне, что в корпусе. Сзади 86 мм в корме башни, а снизу вообще в корпусе, в корме корпуса, простите, 45 мм, куда будут вполне-таки интересно залетать фугасы от многих орудий. В частности, допустим, от СУ-100У, ну, прям вот вообще по красоте будут влетать. Итак, ребят, давайте теперь будем говорить о орудии, которым обладает данная машина. Орудия, как я люблю говорить про такие вещи, спорные. Почему спорные? Вот углы склонения минус 8, довольно-таки нормально. Хотелось бы, безусловно, больше, ну, сколько есть, столько есть. Урон классный, 310 единиц альфы за выстрел, ну, прям вообще красота. Да, пробитие 189, будем говорить, 190 и на подкалиберных 230. Я бы не сказал, что этого мало, но это не фонтан, конечно, но посмотрим, как это в бою будет выглядеть, смотря кому нас забросит. А вот дальше становится немножко скучно. Время сведения 4,5 секунды, мне кажется, это будет многовато. И разброс довольно-таки тоже не кислый, 0,394, будем говорить, 0,4. Урон в минуту, при этом 2000 единиц ДПМа, ну, как бы такое себе, да, вопрос в том, а действительно ли можно реализовать этот ДПМ. Это опять-таки будем смотреть в замесе. Я вообще, ребят, считаю, что многие вещи необходимо смотреть непосредственно в самом бою, потому что 9 секунд перезарядки может быть слишком долго, но если танк нормально танкует, то, в принципе, это терпимо и нормально. Вот насколько это нормально, мы сейчас посмотрим. Справедливости ради, хотелось бы отметить, что Немелиса я не катал и я не знаю, что это за машинка. Я вот сейчас первый раз выйду на нем в бой. Я не знаю, ни как на нем ромбовать, ни как на нем танковать, ни как на нем отстреливать. Вот сейчас для меня это будет абсолютно первая катка. Итак, поехали. Что касается подвижности. Ну, подвижность, я бы сказал, что, ну, тяжик, да, поэтому, наверное, он и едет не сильно прям так с места срывается. Но, смотрите, скорость набирает, набирает нормально, 32 км в час, немного, но перекатываться по какому-то флангу явно хватит. Не для того, чтобы, безусловно, кататься прям с края карты на край карты, но я думаю, что для того, чтобы ездить на одном фланге и на нем танковать и, соответственно, отрабатывать, я думаю, должно быть достаточно. Что касается поворотливости. Ну, вот, когда едешь, то в поворотик, в принципе, заходит плюс-минус комфортно. Не, конечно, спорткар, но едет. Это уже хорошо. Я ожидал, честно говоря, почему-то от Немелиса в этом отношении чего-нибудь худшего. Так, прячемся. Однозначно прячемся, потому что против ИСА противопоставить нам особо нечего. По сведению, по точности. Ну, вот, давайте попробуем. Наверное, психанул я немножко. ИС решил подъехать ко мне ближе. Время перезарядки меня, честно говоря, пугает. Точность довольно нормальная. Сводится все-таки уныло, ребят, этот танчик. Так, как я себе понимаю, что, в принципе, долго жить на данной машине получается только если очень хорошо сейвиться. Так. Ну, накидывать по 300, оно, конечно, приятно. Но за это время, смотрите, уже подъехали все, кому не лень. Пробивают меня по бортам. Пробили меня спереди. Пробили меня в верхний бронелист два раза практически в одну и ту же самую точку. Короче говоря, ребят, пока у меня создается впечатление не сильно хорошей живучести данной машины. Досматриваем данный бой до конца. Обязательно сейчас заедем в вторую катку. И посмотрим, возможно, в ней у меня получится уже немножечко получше. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья мои, бой закончился. Это 600 единиц нанесенного урона. Как бы, можно сказать, практически ни о чем. Ну, что-то там каких-то медалек, типа, мне дали непонятно каких. Серу смотреть не будем. Ну и, безусловно, в команде по урону даже смотреть особо нечего. Давайте, ребят, забросимся еще в одну катку. Я очень сильно надеюсь, что вот сейчас, чувствуя и понимая недостатки данной машины, я попытаюсь сыграть немножечко по-другому и надеюсь, что у меня это получится. Дело в том, что я рассчитывал, я понимал, что у Немелиса маловато брони, но я не ожидал, что прям настолько маловато. Это первое. И второе, я не рассчитывал на то, что пережить время перезарядки с учетом его бронированности будет настолько неприятно. Что могу сказать? Могу сказать на данный момент следующее ощущение танка. Играется он тяжело, то есть легкого геймплея на данной машине однозначно нет. Это первое. Второе впечатление, которое у меня есть, оно вот связанное с живучестью машины и временем перезарядки. И сразу возникает вопрос, а где на нем все-таки лучше играть? Вот сейчас на линию ТТ мне ехать, в принципе, ну прям совсем не вариант. Я сейчас попытаюсь с СТшкой, да, там как-то вот с ПТшками встретиться. Но опять-таки, ребят, я не совсем понимаю, куда все-таки Немелиса лучше как бы приткнуть, да? То есть если ты выезжаешь против СТшек, ЛТшек, наверное придется мне сейчас как-то в обход поехать. Если ты выезжаешь против СТшек, ЛТшек, то у них больше возможностей тебя разбирать, потому что у них КД меньше, чем у тебя. Если ты едешь против Тяжей, то у Тяжей пробития хватает нормально, с зазором, для того, чтобы тебя начать разбирать. Ну и, соответственно, опять-таки тебе от этого будет неприятно. Сейчас не взлетело мне от КВшника, это очень приятно. Попробую я в КВ отбросить. Благо пушка вроде бы должна быть точная. Ну да, вот в этом отношении, да, очень приятно, что пушечка довольно точная. Смотрим, КВ-2 на дрыне у нас, нет, он у нас на дыроколе. Бьем еще раз. Блин, ну слушайте, вот реально приятно стрелять на дальнее расстояние. Вот практически через всю карту я сейчас стреляю в КВ-2. Да, я понимаю, что не через всю карту, но согласитесь, пока два раза залетало вполне-таки комфортно. Три раза и вообще красота. С учетом того, какой калибру данного орудия, ну, блин, мне очень сейчас понравилось накидывать. Так, попытаемся сейчас подъехать как-то вот так вот в крысу с тыла. А вот без полного сведения, ребята, пушка, я бы сказал, не совсем алло. Так, побежали, 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 побежали. Сейчас прилетит мне в борток. Это понятно. Я очень сильно надеюсь, что сейчас кто-то подтянется для того, чтобы мне помогать. Потому что без помощи я чувствую, что меня разберут. Что у нас по фугасам? А, вот вам, пожалуйста, углы склонения. Я вот стою на не совсем ровной поверхности и уже, в принципе, можно сказать, до свидания получается. Так, ну, кроме как вот так вот быковать и сразу выезжать на вот этого товарища, мне ничего не остается. Я попытаюсь сейчас еще и ускорить перезарядку, потому что без этого, боюсь, быстрее меня сейчас фараон начнет разбирать. И этот товарищ бы ему еще и помогал в этом. Так, хорониться, хорониться и еще раз хорониться. Кроме этого ничего не остается. Фараон там немножечко остановился. Это уже хорошо. Я так понимаю, что он просто кадешит свой барабан. Ну и плюс к тому его йох держит. Так. Братка, прости. Ну, вот, в принципе, понимая, да, в чем конкретно косяки данного танка, он начинает играться немножечко лучше. В целом, есть сейчас шансы забрать фараона. Жалко, нет голды. Как-то я, честно говоря, не подумал по поводу того, чтобы с собой ее взять. Но фараона добрали просто в бортик. Уже очень приятно. Итого, ребята, 4 фрага. Я считаю, что для победы я сделал, ну, хотя бы что-то, да, я не вешаю себе все медали на шею, но что-то все-таки для победы из моих рук было вложено. Так, смотрим. 2500 единиц урона, 4 фрага. Что касается знаков классности. Знак классности второй степени. И по фарму, с учетом наличия активированного прямаккаунта, 60500 и 41000 без прямаккаунта за вот такой бой. Ребят, я не могу сказать, что бой был для меня очень сложный, но я понимал, что в любой момент, как только меня начнут разбирать, вот это ощущение того, что тебя скоро вынесут второе место по урону в команде. Вот это ощущение того, что тебя могут скоро вынести из боя, потому что ты картонный, оно все-таки вот держит тебя в определенного рода напряжении. Такой, знаете, вот экстримчик чувствуется. Что могу сказать от себя? Машинка прикольная, машинка интересная, машинка однозначно нестандартная, вот прям совсем нестандартная. Требует от вас все-таки умения аккуратно играть, не лезть на передок и не давать себя ни в коем случае застать врасплох нескольким противникам. Да и в принципе против одного противника с таким КД со многими будет играть сложно, особенно с барабанами. Поэтому, ребят, скажу так, если против семерок играть, окей, играется он нормально. Против восьмерок, я думаю, что он практически не жилец и довольно-таки легкая мишень. Поэтому, ребятки, я даже не знаю, как подсуммировать. Мне, честно говоря, понравилось, но понравилось не настолько, чтобы за какие-то большие деньги его покупать. По чесноку, вот спроси ты меня, за сколько можно взять себе Немелиса, вот так вот просто, да, что называется, в коллекцию. Я бы сказал, что где-то по минималочке от 3,5 тысяч и заканчивая максимум 5 тысяч, в зависимости от того, какие плюшки к нему будут предлагаться. Типа там каких-то контейнеров дополнительных, я не знаю, ну еще чего-нибудь веселенького, интересненького. А вот так за голый танк где-то 3,5 до 4 тысяч голды это потолок. Ну это мое субъективное мнение, если кто-то не согласен, милости просим. Для начала подписывайтесь на канал, если любите честные обзоры без шелухи и при украшении. Ну и пишите комментарии, я отвечаю практически всем, кому успеваю ответить. Но, по крайней мере, на точные вопросы пытаюсь ответить точно. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.